Здравствуйте. В эфире телеканал Вайтон ТВ, программа «Тема дня». Веду ее я, Александр Гурарье. Речь пойдет об Украине. На связи с нашей студией Григорий Тамар, военный историк, военный эксперт. Добрый день. Здравствуйте, Григорий. Здравствуйте. Рад вас видеть. Взаимно. Итак, мы неделю не беседовали. За это время продолжаются бои за Бахмут. Мы поговорим о этом чуть позже. Но вот последние два дня произошло событие. На момент записи нашей программы не прошло еще и суток. Ну, я бы так сказал, веерная атака беспилотников украинских на различные объекты в Российской Федерации. Ну, там под Туапсе поразили нефтебазу. Были другие попытки. Там где-то они не долетели, где-то они разорвались. Не так. Но вообще сам этот факт вызывает очень много вопросов. Итак, мой первый вопрос. Это чисто психологическая атака? То есть, вот показать, какие мы крутые, как мы можем? Либо под этим есть и, так сказать, военная составляющая? Ну, во-первых, насколько мне известно, украинские официальные, так сказать, инстанции не признали авторство. Но это они у нас, у израильтян учатся. Ведь Израиль тоже никогда не призналась. Да, и я поэтому предлагаю по нашей старой доброй израильской традиции исходить из базовой предпосылки, что это дело рук военно-воздушных сил Люксембурга. Значит, так мы будем. Теперь, вы знаете, я вот в этой связи не могу не вспомнить любимого мной Ариэля Шарона, который любил говорить такую вот поговорку. У него было много афоризма. Так вот, он говорил такую вещь. Война – это такое дело, что ты каждый раз знаешь, как ты ее начинаешь, никогда не знаешь, как ты ее заканчиваешь. Вот я помню очень хорошо на второй день войны, когда никто не мог предположить, что это безумие будет длиться больше года и что столько людей погибнет. Я обратился в соцсетях с призывом к россиянам, что это ужасно, что этого не должно быть, что это непредсказуемые последствия будут нести за собой. У меня полетели гнилые помидоры, что через три дня все будет закончено, Киев будет взят, фашизм в Украине будет повержен и так далее. Так вот, я всем тем людям, которые тогда вот орали в припадке псевдопатриотизма эти вещи, сейчас предлагаю вспомнить, что было год назад. И действительно, война, никогда не знаешь, каким последствиям это будет происходить. И сейчас в силу того, что эти боевые действия длятся уже больше года. Ну, кстати, извините, я перебиваю, я обращаю внимание наших уважаемых зрителей, мы дадим ссылочку, у нас с Григорием Тамаром есть серия программ про историю войн Израиля, как, кстати, еще продолжение следует. И посмотрите, там вот очень подробно это рассказывается, что каждый раз, когда начиналась война, никто никогда не мог предположить, чем она закончится. История, наука точная. Да, пожалуйста. Совершенно верно. Так вот, понятно, что государство Люксембург или государство Украина или любое другое государство, которое подвергнет агрессии, будет всегда искать возможность ответа на это все. Всеми возможными способами. Если у него есть воля к сопротивлению, а у украинцев этой воле к сопротивлению хоть отбавляет. И понятно, что в Украине остались научно-технические и производственные мощности, часть из которых унаследована с поздней советской эпохи, имеющая отношение к оборонной промышленности, часть то, что появлялось в последнее время. И вполне возможно, что за год им удалось наладить на территории Украины или какого-то другого государства производство тех или иных военных изделий, назовем это так. В том числе это могут быть и беспилотники. Теперь, находясь в условиях длительной полномасштабной континентальной войны, Украина имеет уникальную возможность, избегая полевых учений, использовать те или иные приспособления, военные виды вооружения непосредственно на поле боя, как пилотный вариант. И вот сейчас, если мы обратим внимание, я бы не опирался на ту информацию, которая из официальных СМИ российских исходит. То есть там все хорошо, прекрасная маркиза, но тем не менее, если мы так вот со стороны посмотрим на произошедшее, был, я бы это назвал, ограниченным успехом этой атаки. То есть где-то они добились поражения целей, где-то в результате, видимо, каких-то недоработок сами беспилотники вышли из-под контроля или потеряли управление, или потерпели крушение, неважно, что там произошло, технические неполадки. Где-то, возможно, я допускаю, что сработали российские ПВО, хотя я не переоценивал бы их возможности. ПВО в последнее время в России – это одна из наиболее уязвимых элементов их военной машины. По ряду причин, можно об этом отдельно поговорить, но это не их сильный конек ПВО, если у них вообще есть сильные коньки в рамках этого военного конфликта. Но есть, на самом деле, они, вот, ракетный террор против мирного населения, против мирных объектов, ему удается достаточно высокий стиль. Вот, то есть эта акция украинская, если это Украина, была, так сказать, относительно успешной, ну, ограниченно успешной, как мы сказали уже. Но давайте вот о чем поговорим. Вот мы видели многократное использование шахедов против Украины со стороны России. Мы говорили о том, что наносится ущерб, но мы говорили также о том, что это не то, что сможет помочь России победить в этой войне. Это наносит ущерб, это некий фактор, фактор в том числе и деморализующий гражданское население, но это не фактор стратегического нарушения равновесия. То же самое и здесь, в отношении воздействия Украины против России. Это будет иметь ограниченные последствия, это будет иметь, так сказать, какие-то последствия фактически при поражении инфраструктуры. Однако это не то, что стратегически может изменить ситуацию. В чем, да, здесь большая важность? Важность здесь в создании эмоционально-психологического фона среди мирного населения в Российской Федерации. То есть ощущение, что, по сути, вся европейская часть России оказывается в зоне потенциального поражения, это для людей, которые пытались все время психологическую выстроить ширму, а нас это не коснется, а мы в стороне, а мы никакого участия в этом не принимали и не принимаем, мы политикой не занимаемся. Вот сейчас получается ситуация, что все россияне становятся вовлеченными в этот конфликт, все, кто на сегодняшний день проживает в европейской части Российской Федерации. Ну, мы видели кадры системы ПВО на крышах Москвы, а в центре. Это тоже... Наверное, тоже хороший вопрос, насколько это правомочно и эффективно, но это тоже отдельная тема для разговора. Поэтому я еще раз говорю, я бы не... С одной стороны, это, безусловно, успех Украины, с другой стороны, не надо его переоценивать, и с третьей стороны, что важнее может быть даже, это то, что наверняка украинские инженеры, конструкторы будут дорабатывать эти модели. И, кстати, между прочим, я хочу тут обратить внимание на то, что, скорее всего, были задействованы несколько видов беспилотных летательных аппаратов, потому что, почему я делаю такое допущение, потому что дистанции были очень разные, от нескольких десятков километров до многих сотен километров. И, скорее, предположить можно, что это разный вид паражирующего боеприпаса был использован, потому что нерационально использовать, ну, на мой взгляд, по крайней мере. То есть, вполне допускаю, что был разный формат этих беспилотников. Ну, кстати, упоминается, что один из типов, который использовался уже, теперь уже повторно, как бы это уже не один раз они использовали, это бывшие советские беспилотники ТУ, которые, кстати, разрабатывались, по-моему, на Харьковском заводе, если я не ошибаюсь, и там осталось довольно много, так сказать, образцов, и они их там дорабатывают, перерабатывают и так далее. То есть, эта техника, естественно, старая. И, кстати, в связи с этим у меня вопрос дополнительный. Вот вы говорите, что это не является чем-то стратегически важным, там, ну, соответственно, как и российские атаки, да, российскими, точнее, иранскими беспилотниками на Украину. А допускаете ли вы, что это может измениться в том случае, если изменятся сами беспилотники, если украинцы получат настоящие, нормальные, современные западные беспилотники? А вот не это барахло, которое там 70-х годов, которое они сейчас используют. Смотрите, для того, чтобы беспилотник, как вид вооружения, смог оказать существенное влияние на происходящее на линии фронта, во-первых, их количество общее должно быть достаточно высоко, это во-первых, во-вторых, смотрите, не бывает в конвенциональной войне ультимативных видов вооружения. Вот даже возьмите «Хаймарсы», которые продемонстрировали свою очень высокую эффективность поначалу, когда их использовали. Наступил момент, когда российская сторона смогла в относительной мере адаптироваться к их воздействию. вынося линии снабжения за пределы досекаемости. То есть, к чему я говорю это? Я прошу прощения, но это опять-таки вызвано тем, что Украине до сих пор ее кормят этими «Хаймарсами» ограниченной дальности. То есть, им не поставляют боеприпасы, которые могут использовать возможности этих «Хаймарсов» на полную силу. Потому что, если бы это произошло, то никак уже там не спрячешься. Совершенно верно. Но я говорю сейчас о том, что, как правило, победа стратегическая на поле боя, она достигается совокупностью факторов. Вряд ли может один фактор. Вот возьмите, к примеру, Первую мировую войну. Тогда на поле боя были использованы два совершенно новых вида вооружения. Было использовано химическое оружие, и были использованы бронетанковые войска впервые в истории. И то, и другое – это виды вооружения, имеющие страшную, разрушающую, так сказать, возможность. И, кстати, от химического оружия в Первую мировую войну погибло больше народу, чем от атомных бомбардировок американцев в Японии во Вторую мировую. Но при этом это не то, что определило победу в Первую мировую войне. Победила та страна, у которой была более живучая экономика. То есть стратегически больший запас прочности. Хотя практическое оперативное мастерство немецкой армии было очень высокое в Первую мировую войну. И во Вторую мировую войну, несмотря на то, что поначалу Красная армия терпела катастрофический разгром, и в первую фазу войны и союзнические армии, и британцы, Франция вообще была разгромлена, британцы терпели поражение за поражением. Однако в долгосрочной перспективе победила та страна, где экономические ресурсы и методы управления были более живучи, более совершенны, более показали свою состоятельность. Все это, говорю я, не для того, чтобы девальвировать успех украинской страны данной конкретной военной операции, он безусловен, он существенен и будет иметь большие такие, скажем, морально-пропагандистские последствия. Но еще раз говорю, из этого не надо делать вывод, что вот они там провели атаку, скажем, или еще там проведут одну атаку, и все, и российская агрессия будет остановлена этими атаками. Точно так же, как в свое время использование шахедов не привело к тому, что украинцы криптовалюты не привело к тому, что это факторы, имеющие ограниченный успех и ограниченное воздействие. И совокупность подобных факторов разных. То есть, как говорят математики, необходимые, но недостаточные условия. О, совершенно верно. Для того, чтобы была достигнута стратегическая победа, должен сработать закон диалептики, если мы такими с вами материями стали использовать их в нашем диалоге, чтобы количество перешло в качестве. Ну, давайте вернемся непосредственно на поле боя. То есть, бои под Бахмутом идут очень жестокие. Были разговоры о том, что украинцы, возможно, его оставят, потому что нет смысла его удерживать. Но сейчас вот я буквально там за несколько часов до нашего эфира видел сообщение, что украинские военные заявили, что нет, они будут его, так сказать, оборонять, то он имеет стратегическое значение, и даже начали туда дополнительные резервы перебрасывать. Что там происходит? Ну, во-первых, была интересная информация из российских источников, что под Бахмутом заметили несколько танков леопардов. Леха беда начала. И здесь важно вот что отметить. Если мы говорим о том, что это вторые леопарды, модернизированные вторые леопарды, которые условно можно отнести к понятию танк четвертого поколения, вот леопарды, два прошедшие модернизацию в полном объеме, то, в общем, это достаточно грозная боевая машина. У россиян, если мы заметим, за последнее время не было их, так сказать, вот этих вот танков четвертого поколения танков, прорыв там, они, то есть, были замечены в единичных экземплярах, да, и они себя не проявили. То есть, наверное, их было выпущено несколько штук, и, так сказать, для показухи, как это в российской армии практикуется. Как танк Армата, который заглох на Красной площади в свое время, да? Да, да. Так вот, ни Т-72, ни Т-18 они не могут соперничать ни с Абрамсами, ни с леопардами. Почему я так это заявляю? Потому что, ну, во время второй иракской кампании и первой иракской кампании многократно встречались на поле боя Абрамсы с Т-72 и Т-80, и там иногда танковые бои заканчивались тем, что американцы вообще не несли потерь. Такое тоже бывало. Если несли потери, то единичные, а у иракцев выносили там подразделения. Ну, а Абрамс, он очень сопоставим по своим характеристикам, ну, он похож в большой степени на Т-72, он немножко тяжелее, немножко лучше бронирован, зато уступает по маневренности леопарду. Леопард полегче. Так вот, теперь, при этом, введение в бой единичных видов этой бронетехники это немножко нерационально, потому что вся грозность, вся опасность для противника вообще тяжелых танков, она проявляется, когда танковые подразделения входятся при поддержке более легкой бронетехники, при поддержке мотопехоты, когда это комплексно формируется вот такой наступательный кулак из разных видов родов войск, и в совокупности они действуют, очень становятся опасными для противника обороняющихся. Использование же единичное, ну, он становится достаточно уязвим для различных средств от него поражения, которые есть у пехоты, как правило, там гранатометы, другие различные средства подобного вида. Так вот, тут есть два варианта, либо, ну, даже не два, а три. Во-первых, возможно, это дезинформация, и, как говорится, у страха глаза велики, возможно, россиянам это просто показалось, потому что это из их источников набраться. Но если мы допустим... Но я читал, я читал и западные источники, что поставка началась. я нигде не писали о том, что они уже на поле боя, но то, что первые танки поставлены, это я читал в нескольких источниках. Я как раз таки склонен верить здесь российским источникам, что они тогда появились, и я рискну предположить, что причина могла быть это проверка боевых характеристик этих танков в конкретных условиях топографических, климатических и тактических. Возможно, хотели проверить, насколько российские средства для него поражения могут быть опасны для отдельных единиц, там, чтобы не вводить крупные подразделения. Может быть, хотели проверить, насколько танкисты украинские освоили управление этими танками и введение огневого поражения из них, насколько они в полном объеме все преимущества этого танка могут использовать в боевой остановке. Я думаю, что такое вот прощупывание ситуации, разведка боем, может быть, даже для того, чтобы в ближайшее время использовать эти танки в широкомасштабных наступательных действиях. По поводу Бахмута мы поговорили, но не совсем понятно все-таки. Будут его дальше удерживать, если чем его удерживать? Как вы считаете? Ну, на сегодняшний день ситуация сложилась следующая. Ведь фактически кризис под Бахмутом в какой-то степени уже миновал. То есть как раз вот пару недель назад было такое ощущение, что Бахмут Украине не удержать. Вот это вот полукольцо окружения, оно становилось все плотнее. А сейчас в какой-то степени украинской стране удалось взять ситуацию под контроль. Если россияне не введут в ближайшее время свежие резервы для более интенсивных наступательных действий, я думаю, что Украина все-таки удержит Бахмут. Опять же, не надо переоценивать его важность. Это не то, что они удержат Бахмут, все, значит, победили в войне. Бахмут – это узел, оборонительный узел, который носит, ну, скажем, важность на уровне тактическо-оперативного. То есть, да, если есть возможность, следует его удерживать, но потеря его – это не трагедия, и то, что его отстоят или не отстоят, тоже не является каким-то там достижением стратегического масштаба. Григорий, из нескольких источников поступила информация, что американцы предупредили украинцев, то есть, украинских военных, что у них, условно говоря, есть время до осени продолжать войну, а потом их заставят, если так можно выразиться, сесть за стул переговоров. До этого мы говорили, в том числе, вот в нашем эфире, что вообще война продлится до конца зимы, и потом будет какое-то соглашение, то есть, война закончится. Что вы думаете по поводу новых сроков, так сказать, до осени? Ну, когда я в свое время говорил о том, что зимой война закончится, если вы помните, я об этом говорил достаточно давно, еще, ну, то ли в конце весны, то ли летом, то есть, в те времена, когда и большинство людей там не могло предположить, что будет контрнаступление под Харьковом, успешная украинская армия, деоккупация Херсона, там, и так далее, да. Но с тех пор произошло три момента, которые серьезно повлияли на развитие событий, которые я не мог предугадать. Первый, это мобилизация в России, я не мог предположить, что Путин совершит подобную глупость. Это первое, а это глупость, и он за это заплатит политическую цену, внутриполитическую. Второе, то, что произошло, это феноменально теплая зима, которая сделала очень, так сказать, ограничила возможность использования крупных масс бронетехники на поле боя. И третий момент, ну, вы знаете, достаточно осторожное снабжение украинской стороны военной техники со стороны западных советников. Сказать, что они не оказывают помощи, не снабжают Украину, это было бы неправда, они это делают, но делают это в меньшей степени, чем хотелось бы украинской стороне. Есть такая шоферская фраза на подсосе держать, да, то есть вот все время как бы, вот и в то же время и дают, но в то же время дают недостаточно для того, чтобы как бы что-то развернулось там, развернуть наступление. И если мы посмотрим с вами на вот эти вот две наступательные операции, которые были крупномасштабные Украины удачные, они фактически с точки зрения оперативного искусства, они являются скорее исключением из правил, то есть в обоих случаях использовались тактические приемы, не характерные для крупновойсковых наступательных операций, общевойсковых крупных наступательных операций. Так вот, для подобной операции, видимо, Украине не удалось зимой скопить достаточное количество подвижных соединений, и чем они занимаются и сейчас. И вот эта вот идея о том, что осенью американцы будут усаживаться с полпереговоров, она очень, на самом деле, нам, израильтянам, понятна, потому что мы-то многократно оказывали ситуацию, что американцы говорят нам, так, у вас есть две недели, решайте военным отношения вопрос, что успеете, вот, то и ваше, а потом договариваетесь. И мы в таких позициях были очень много раз. И когда шли широкомасштабные войны, например, война судного дня, и когда шли там конфликты меньшего масштаба, как Вторая Ливанская война, и когда шли какие-нибудь антитеррористические операции, тоже было многократно. Так что это вполне в духе американцев, но тут важно вот что, понимаете, ведь Байден фактически связал свою предвыборную кампанию с украинским аспектом очень, очень плотно. Это началось с того, когда он пригласил Зеленского в Вашингтон, впоследствии он сам приехал в Украину, то есть сейчас фактически Байден, чего бы ему хотелось? Ему хотелось бы определенного успеха Украины, который был бы достаточным для того, чтобы Зеленский мог предъявить своему народу, вот мы победили, смотрите, мы разгромили россиян там, допустим, мы там деоккупировали Крым, а с другой стороны, а с другой стороны это не было бы полным разгромом России, позволило бы Путину каким-то образом выйти из этой ситуации, так сказать, не то чтобы сохранить лицо, сохранить лицо ему уже не удастся, не мере удержав власть для того, чтобы с ним Украина подписала какой-то мирный договор. То есть это вполне, вполне, так сказать, концепция американцев может быть такой сценарий. И тут все упирается на самом деле в очень простой вопрос, насколько украинская цивилизация за этот год стала самодостаточной и стала имеющей свою собственную политическую волю, свое собственное видение и насколько они смогут, используя противоречия среди своих западных союзников и разыгрывая карту этих противоречий, например, опираясь на британцев в большей степени в определенных вопросах, на какие-то европейские государства, насколько они смогут, грубо говоря, гнуть свою линию. И в конечном итоге, в этом мирном договоре, который рано или поздно, это может быть мирный договор, договор о прекращении огня, это не важно, как он будет называться, но какой-то договор будет в итоге подписан. Так вот, фактически, то, что будет в этом договоре, это будет нацарапано штыками украинской армии. Вот что они смогут на поле боя, так сказать, продемонстрировать, вот это будет их политиками потом интерпретировано в формулировке политических договоренностей. Спасибо. Спасибо большое, Григорий Тамар, офицер израильской армии в отставке, военный историк, журналист, писатель. Наша программа подошла к концу. Всего доброго, до свидания. До свидания. Продолжение следует...